В молодежном центре состоялась встреча с официальными делегациями городов-побратимов. В канун Дня округа в Красногорск приехали гости из Белоруссии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, Франции, друзья из Евпатории и представители большого десантного корабля Георгий Победоносец из города Североморска. Мы с очень большой радостью вас встречаем и сегодня принимаем в качестве наших гостей. И первое, что я хотел сказать, я хотел вас всех поблагодарить за то, что вы нашли время, вы прибыли к нам и разделить нашу радость в проведении праздничных мероприятий Дня нашего города. Красногорск – очень быстро, горно развивающийся город. Красногорск умеет поработать, но Красногорск, я хотел сказать, также умеет и дружить. Международное сотрудничество с каждым годом только развивается, отметил глава округа. В этом году к списку дружественных городов добавился новый. Впервые к нам приехала делегация из Турции. Мэр района Мурат Паша, провинция Анталия и глава округа Радзи Хабиров подписали протокол о намерении к породнению городов. «Мы выбираем очень тщательно все города, с которыми мы хотим стать городами-побратимами. И мы хотим, чтобы это осталось не только на словах, а чтобы активно шел обмен делегациями, чтобы взаимно организовывались фестивали. Только живые люди могут стать братьями. Точно так, как и живые города могут стать побратимами». В завершении встречи гости открыли символичную табличку с новым направлением на координате дружбы, которая появилась в августе рядом с молодёжным центром. Расстояние до нового друга Красногорска – 2160 километров. Договор о побратимстве планируется заключить уже в октябре этого года.